Как очистить кишечник в домашних условиях? Как очистить кишечник от глистов и паразитов семенами льна и тыквы? Как очистить кишечник от шлаков и токсинов семенами льна и тыквы? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале доктор Скачков. А я врач, фитотропед, диетолог, мотропат Борис Скачков. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже». И раскрыть еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно. Как очистить кишечник от глистов и паразитов, от шлаков и токсинов. В домашних условиях семенами льна и семенами тыквы. Эти два простых компонента могут помочь вам правильно очистить кишечник. Если вы знаете некоторые особенности, секреты диетолога. И сегодня вы о них узнаете. Первый полезный совет диетолога. Нужно правильно выбрать семена льна. Конечно же, они должны быть измельчены. Мы будем готовить кашу из семян льна. Но правильный выбор определяет тот результат, который вы получите. И для того, чтобы удалить паразитов из вашего кишечника, семена льна можно, конечно, купить в широт семян льна. Но если производитель казался хорошим и удалил гликозид амигдалин, либо линемарин, он по-разному называется, из семян льна, такой шрот вам не подойдет. Поэтому лучше купить цельные семена льна и измельчить их кофемолкой в домашних условиях. И для того, чтобы приготовить кашу из семян льна для удаления глистов и паразитов, нужно примерно 2 столовых ложки правильно приготовленного шрота, который этот цианогенный гликозид очень полезный в данном случае вам сохранен. Также я бы советовал, для того, чтобы кашка была однородной консистенцией, добавить немножко обычной поваренной соли. Поваренная соль, когда вы размешаете кашу, окажется между крупинками. И будет хорошо впитывать влагу, удерживать влагу. И поможет вам сделать кашу легко и просто, без комочков. Когда вода закипит, я залил кашу и фактически первый ингредиент готов. Правильно выбранный. Шрот из семян тыквы также можно купить. И вы должны быть уверены, что он не обрабатывался термически. Тот гликозид кукум-митоцин, который также очень нелюбим большинством глистов и паразитов в вашей пищеварительной системе, он легко разрушается при термической обработке. И после термической обработки шрот из семян, она становится просто хорошей едой для вас. Но! Не глистогонным средством от глистов и паразитов, которые могут находиться в вашем кишечнике. Поэтому второй полезный совет диетолога. Вы можете, конечно же, купить шрот семян тыквы в аптеке. Но! Нужно быть уверенным, как его готовили. Иначе вам придется брать семена тыквы, подсушенные естественным путем, без тепловой обработки. И измельчать их в домашних условиях. Так, конечно же, будет надежнее. Ну, вода у меня практически подкипает. И сейчас я могу выключить и залить кипяточком. Приготовить кашку из семян льна. Отлично! Перемешивается. Комочки, я так понимаю, отсутствуют. Количество воды определяет те цели, которые вы перед собой ставите. Для того, чтобы кашка хорошо впитала воду, нужно закрыть и оставить до остывания. Кашка будет готова. Как правильно использовать? Если у вас есть обоснованные подозрения, что глисты и паразиты находятся в вашей пищеварительной системе, то тогда такую кашу вы используете по 1-2 столовых ложки перед едой минут за 10-15. Если ваши подозрения оправдались и вы чувствуете дискомфорт в кишечнике при регулярном приеме, а принимать нужно примерно 2 недели подряд. Каждый раз перед едой 1-2 столовых ложки такой каши. Это порция практически на сутки. Потому как вам нужно обязательно поддерживать правильный режим питания, необходимый для обеспечения работы вашей печени. В этом случае максимальное количество шлаков и токсинов, которые всасываются из кишечников, будет обезврежено. И если у вас нет явных признаков обострения вирусных, бактериальных, грибковых инфекций, а питание у вас как придется, и своим организмом вы не занимались, то возможно в вашем организме есть зачатки раковых опухолей, которые станут достаточными для современной диагностики. Иными словами, когда опухоль увеличивается до размера 2-3 мм, это предел современной диагностики. Только в этом случае вам будет выставлен диагноз. Но пройдет 10-12 лет иммунодефицита. Я более 10 лет назад опубликовал такую книгу «Рак. Профилактика. Ранняя диагностика». В которой учтены разные факторы риска и особенности образа жизни, при которых становится вероятным развитие злокачественных опухолей в тех или иных органах, либо системах. Но! Если ваша печень работает правильно, в этом случае я за вас спокоен. И при обоснованных подозрениях вы такую кашу принимаете перед едой в количестве 1-2 столовых ложки. При потребности можно увеличивать. Если вы просто регулярно занимаетесь очищением своего организма от парадитов, от глистов, иными словами, пищеварительная система у вас в относительно приличном состоянии, то количество можно увеличивать до 1 стакана на прием. И в этом случае у вас состоялся фактически прием еды. А вот минут через 15-20-30 после приема пищи неважно вы занимаетесь профилактикой большими количествами семян льна. Либо у вас активное лечение, если подозрения обоснованы, вы принимаете 1 столовую ложку широта семян тыквы. Он достаточно гигроскопичен, проглотить сложно. Поэтому лучше, если вы смешаете примерно один к одному с натуральным йогуртом, кефиром, простоквашей. Можно использовать тан, айран, кумыс. Закваску. Выбор ваш. Любой кисломолочный продукт очень хорошо сочетается с широтом семян тыквы. И принимать нужно после еды. И в этом случае, если вы правильно выбрали и широт семян льна, приготовили и широт семян тыквы, до еды у вас действует синильная кислота, на глистове паразитов. А после еды гликозит, укурбитоцин. И вот такую агрессию по отношению к себе вряд ли выдержат паразиты в кишечнике. И вы получите плюс. Если вы хотите очистить кишечник от шлаков и токсинов, тогда выбор несколько иной. Тогда вам нужны не измельченные в домашних условиях семена льна. А вам нужно искать производителя, который удалил из шрота семян льна гликозит, амигдалин, либо линемарин. Его по-разному называли. В этом случае семена льна обладают хорошими послабляющими свойствами. Благодаря наличию слизи. Также та же слизь способствует всасыванию шлаковых токсинов в просвете кишечника. И идет более активное очищение не только кишечника, но и всего вашего организма. Потому как масло семян льна, которое присутствует в правильно приготовленном широте, обеспечивает желчегонную функцию и улучшает работу печени. Одна из самых любимых книг «Секреты здоровья» или «Что делать, если у вас есть печень и почки?» Для работы печени вам обязательно нужно навести порядок в вашем кишечнике и обеспечить прием пищи 4-5 раз в день. В данном случае каша из семян льна может выполнить эту функцию и обеспечить вам питание и очищение кишечника и улучшение работы печени. Ну а шрот семян тыквы идет после еды и помогает вам избавляться от тех паразитов, которые могут присутствовать в современных продуктах питания. Особенно если вы реже используете тепловую обработку. В этом случае шрот семян тыквы выполняет профилактическую функцию по отношению к тем паразитам, которые так или иначе могут попадать в вашу пищеварительную систему. Но если вы знаете как правильно очистить кишечник и от шлаков и токсинов и от глистовых паразитов такими простыми способами ваш уровень здоровья будет выше. А глистами паразитов сложнее будет остаться в вашем организме. Иммунная система против паразитов также работает но очень вяло. Не так активно как против возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых инфекций. А также онкоклеток если вы иммунную систему обеспечили правильно иными словами обеспечили правильное питание своему организму. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами в крепком здоровье и разумного к нему отношения. А если вы будете такую профилактику шротом тыквы либо шротом льна либо лечения от паразитов проводить регулярно. Однократный курс одна-две недели. далее по самочувствию по обстоятельствам как реагирует ваш организм и возможно в листы и паразиты на такую комбинацию простых и доступных срез. Но при правильном их использовании вы получите только плюс. И пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео не забудьте поставить на это видео лайк. Чтобы больше ваших друзей знакомых родственников могли узнать эту полезную для их здоровья информацию и правильно использовал. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктор Скачко Доктор Скачко Доктор Скачко